Александр Сергеевич взирал на собравшихся с большого экрана малого зала Дворца культуры Подмосковья. И ведь прав был классик, когда написал, что воздвиг себе памятник нерукотворный. И тропа не заросла даже спустя почти два века. Большинство конкурсантов читало именно его стихотворение. А пятерым из них даже удалось настолько сильно пробудить Лиру и свои добрые чувства у членов жюри, что те отдали им первый приз. Во второй возрастной категории победитель Жданова Леся и во взрослой возрастной категории победитель Колесников Фелькс. Остаются три номинации у нас специальные. Это «Золотой век русской поэзии», победила у нас Шамис Таисия. За стихотворение о театре, поскольку сейчас год театра, то у нас была тоже такая номинация и победила Свиридова Полина. И третья номинация – это авторское слово, авторская поэзия, победила Попкова Валерия. Анна Марцева – победитель в первой возрастной группе. Дорога к сегодняшнему триумфу заняла у нее два месяца. Мастерство свое оттачивала на сестре и та оказалась благодарным зрителям. Здорово, когда нами восхищаются наши домашние, но когда их восторг разделяют еще и судьи, это здорово вдвойне. Сегодня как раз такой случай. Она была, во-первых, искренне, во-вторых, заразительна. Заразительна – что это значит? Это как вирус. Она начала читать про этого мальчика в веснушках, и весь зал замер. Было понятно, что она получает удовольствие. И в конце она свои впечатления детские, такие наивные и милые, смогла передать зрителям. Члены жюри также удостоились памятных наград, ведь они тоже проделали большую работу. На конкурс подали заявки 89 человек, и на каждого отводилось по пять минут времени. Когда все награды нашли своих героев, любой участник или зритель конкурса имел возможность выйти на сцену в формате открытого микрофона, рассказать о наболевшем. Кто-то читал стихи собственного сочинения, кто-то пел и играл на инструментах.